Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». И сегодня у нас на связи с Турцией, или из Турции, Соня Мартьянова. Соня, неделя прошла с твоего исповедания. Мы через сутки опубликовали твое интервью после того, как распространили многие, и ты сама прежде всего в Фейсбуке. Скажи, есть какое-то продолжение твоей истории? Может быть, другие девочки? Ну да, продолжение есть, оно заключается в том, что, ну, конечно же, на меня обрушилось большой поток сообщений, звонков. И, кстати, начну, наверное, с положительного, что мне очень приятно, что все те, кто меня тогда знал в церкви, что они очень меня поддерживают. И, конечно же, тут нет вообще вопросов, верят, не верят. Естественно, верят. Очень за меня переживают. И очень рада многих людей слышать. Всем спасибо за это большое. Правда, здорово, что даже что-то плохое, на самом деле, привело к хорошему. Что какие-то старые поднялись знакомства, и новые тоже образовались. Ну и да, конечно, есть несколько историй, то есть новых для меня людей, помимо тех, что я знала, которые рассказали свои истории про того же человека, про Олега. И вот с девочкой дружим там сейчас так подружились, можно сказать. Вот такое продолжение. Ну, а у тебя в жизни что-то изменилось? Вот скажи. Я, знаешь что, Сонь, я понимаю, что очень многие сейчас к тебе будут обращаться с аналогичными проблемами. Но и вот я думаю, что тебе самой бы хорошо пройти не то, что реабилитацию, знаешь, но, может быть, побеседовать с психологом или с психотерапевтом, чтобы кто-то действительно разъяснил вот суть этой проблемы, что с тобой происходило. Ты же была ребенком еще, подростком. Ну да, да, да. У меня на самом деле-то вот назревало в последние, ну не знаю, год-полгода. Ну, за какое-то последнее время уже назревало вот такое желание обратиться, потому что я никогда в жизни не обращалась ни за какой психологической помощью. Вот. А вот да, эта ситуация как бы вот это взорвало, так скажем. То есть мне сами, ну там, моя мама предложила двух прекрасных сестер, которых я тоже с детства знаю. Одна психотерапевт, а другая психолог. И вот уже у меня вот первые состоялись, так скажем, сеансы. Мне, кстати, даже после первого раза уже гораздо легче стало. Очень интересно это работает. Так что, да, в этом смысле изменилось что-то. Ну, буду продолжать. На тебя вышли христиане, да? И психолог, и психотерапевты, это христиане из церкви. Да, да, да. И решили помочь тебе. Ну, они меня тоже с детства знают, просто это очень такие сильные женщины. Соня, ну это очень важно, это очень хорошо, да, что нашлись в церкви, нашлись служители, которые решили помочь тебе в твоей проблеме, в твоей беде. И, ну, я просто очень рад за это, слава богу. И я. Наверное, многие, знаешь, не ожидают даже, что такое возможно, что христиане откликнутся. Потому что, вот ты помнишь ту историю, когда к Христову привели грешницу и сказали там, вот она, она, застали. И он говорит им просто, первый брось камень в нее, кто без греха. Да, да. И все ушли. А здесь почему-то, вот я почитал несколько комментариев, тут не просто тебя закидали уже. Такую гору настроили из камней, Соня, что даже страшно становится за наше христианство. Ну, я же этих людей не знаю, я же, я не знаю, может быть, это вообще не настоящие какие-то люди, а может и настоящие. Ну, у них боль все у них, значит, сердце. Понимаете, сильный и добрый человек, он всегда упавшему подаст руку. А если ты сам где-то там упал тоже, то и добиваешь, как бы, вот этого человека, как бы милосердия, это нет у этих людей просто. Ну, не знаю, девочка, женщина, ну, все равно это, ну, что-то такого. Хрупкое и слабое, я не знаю, меня правда удивляет вот эта вот ситуация, когда люди добивают еще сверху, вот, человека, который упал, да, упал. Слушай, ну, ты вот говоришь, что есть еще девочки, даже которых ты не знала. Да, 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 да. Вот ты не хочешь им помочь точно так же послужить, направить к психологу, к психотерапевту, тем более к христианским? Они как раз уже прошли, то есть они мне, собственно, тоже это сказали, что, типа, Соня, тебе, конечно, нужно, потому что мы тоже это уже сделали. То есть вот девочка, она говорит, я много лет работала с психологом, вот, поэтому я уж не знаю, как бы проработано ли это, ну, то есть мы-то просто по факту беседуем. Ну, в любом случае, это вот там конкретные, ну, эти девочки, вот, они все равно не идеальную такую тоже жизнь в плане вот семейную прожили, то есть все равно есть вот это вот, что это сказалось на их жизни, да, то есть это тоже там несколько браков и браки такие, ну, в итоге там, допустим, не очень счастливые там и так далее. То есть, ну, это явно сказывается, естественно, на общение с мужчинами, как бы, то, что произошло в детстве. Слушай, то есть все они видят и понимают, что вот этот ранний сексуальный опыт, и не просто сексуальный опыт, это же вообще, ну, как называется, извращение в педофилию, то есть это глубокий след оставляет и ломает судьбу, ломает жизнь. У тебя это сильно было, ну, вот, твой излом? Ну, оно вот какое-то, вот сейчас мы тоже вот психотерапевтам это говорили, она говорит, ну, то есть я говорю, ну, я живу, ну, где-то до 25, то есть там с этого момента до 25 лет я вот в таком, ну, совсем была в каком-то израненном состоянии. Потом у меня наступил какой-то покой жизненный, вот, и сейчас вот оно опять так скрылось, ну, вот мне, да, психотерапевт говорит, что, ну, действительно, к 40 годам, ну, правда, у меня там через 4 года 40, ну, оно такое плюс-минус. Действительно есть вот этот, как бы, кризис, да, когда вот опять у тебя всплывают какие-то вещи, вот они всплыли просто, может быть, силу возраста, так скажем, когда ты, ну, уже оглядываешься назад на свою жизнь и какие-то выводы делаешь, вот. Соня, может быть, не отвечай на этот вопрос, но я задам его. Скажи, сколько девочек, вот, которых ты знала и которые сейчас тебе обратились пока и боятся говорить об этой проблеме, вот именно по конкретной, с этим человеком, можешь назвать число? Ну, вот смотрите, я же знаю, ну, я это в первом интервью там говорила, я вот знаю лично троих, вот, а еще вот одна, с которой мы сейчас специально на связи, то есть она говорит там тоже о множестве, то есть, даже она не может сказать, сколько, но их много, и она это говорит о том, что просто эти девочки в церкви, и те, которых я лично знаю, и вот те, которых я недавно узнала, они все в церкви, они в первую очередь боятся за себя, за свои семьи, они не хотят, конечно же, позор никакого, то есть, возможно, у них было, допустим, исповедание какое-то лично там с пастором, да, но вот такое, конечно, огласки, они не хотят просто, дабы не ранить, так скажем, свою семью даже в первую очередь, своих детей уже там подросших, я их понимаю, мне тоже не нравится, я тоже не хочу, чтобы, ну, мама у меня, конечно, сильный человек, она меня поддерживает, но все равно я понимаю, что на нее это тоже отражается, как бы, вот, этого люди не хотят.